Клава Новелла Михаила Бермана-Цыкиновского Клава не понимала, что такое светский разговор. Она говорила всегда то, что думала. Говорила спокойно, рассудительно. И Марк ей верит. Познакомились они При обстоятельствах чрезвычайных Русская эмиграция в Чикаго погибала Не от излечимых инфекций Не от укусов комаров, собак или клещей Не от пищевых отравлений Русская эмиграция погибала от жары Спасение было только в воде В озере В большом озере Мичиган В июле-август Температура в это страшное лето Каждый день приближалась к сорока И было ощущение Что все русские эмигранты Приехали не в Америку, а в Зимбабве В Африку В ту ее часть Которая находилась как раз На экваторе Эта жара Объединила Русскую эмиграцию Как ни одно событие Ни до, ни после Создав такую атмосферу братства Которая бывает только у сексантов Компания Клавы Сидела рядом с компанией Марка Возле озера И первый шаг В настоящем изближении Сделал мужчина Сидящий рядом с Клавой И предложил компании Марка Отведать арбуз Слово за слово Завязалась беседа И потом уже до конца Этого ужасного лета Все сидели Ели И пили вместе Если говорить о питье То не все пили вместе Борис Так звали арбузного мужчину За вечер один Не спеша Как старый бык В известном анекдоте Выпивал большую Бутылки водки При этом ведяся скромно Спокойно И раскованно От него никто не слышал Ни мата Никаких либо грубостей Он оставался для всех Доброжелательным И всегда был готов Поделиться Последним Клава Была яркая Блондинка С приятным Хорошо ухоженным Лицом И прекрасно Сохранившись С богатым Белым телом Потом Когда Клава Стала пациенткой Марка Он увидел Что и одевалась Она со вкусом И добротно Свежий маникюр Всегда был На ее руках И свежий педикюр На ногах Ее волосы Всегда были уложены Так как будто Она только что Из парикмахерской Один раз в году На целый месяц Клава ездила В Карлово Варик С целью Основательно Поправить Своё здоровье Клава Зарабатывала На дорогой отдых Ухаживая За маленьким Ребенком Марк не раз Видел Из машины Как Клава Шла по дивану Толкая перед собой Детскую коляску Лечить Клаву В общем Это было Ни от чего И они сидели в офисе И разговаривали Было приятно Слушать Клаву Её жизнь Проходила Перед глазами Марка Как кино В котором Всё было Легко И просто И одно событие Вытекало Из другого Несмотря на все Сигзаги Удары Судьбы Клава Всегда Выходила Сухой Из воды Принимая Происходящее Без истерик И излишней Нервозности Всегда Сохраняя Спокойство И бодрость В этапе Её спокойного Существования Её жизнь Пришёл Грузин По имени Георгий Казакадзо И Увёз Клаву Гагри Батум Батум Разве Только Думал Марк Переосмысливая И призная И Продирая Свою Серу Никчемную И Бессодержательную Жизнь А Сколько Сколько Раз Думал Он Спрашивая Этого Клава Батум Скучно Столько Столько Марк Держит Руку Клава А как Жив Всё Это Кончилось Из-за Этой Америки Мой Муж Умер Минский Муж Ну да Минский Муж Девочки Вышли Замуж За Евреев Собрались В Америку И Сказали Мне Мама Или Мы Или Он Чтобы Я с ними Значит Ехала Ну Я Поехала В Минск Сказала Ему Что На Две Недели Как Всегда Ну Он Вас Наверное К Минску Ревнула Нет Он Знал Что Такого Как Он Во Всем Минске Не Сыскать Ну Ну И Больше Не Вернулась Он Приезжал В Минск Меня Разыскивал Но Я Уже Была Здесь Вы С Нем Переписываете Нет А Что У Него С Сейчас Знаешь Он Женился Это Я Знаю А Как Вы С тех Пор Больше С Нем Не Контак Или Нет Все Все Остальное Очень Хорошо Что Как У Грузина Почти Только После После Третьего У У Нем Не 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 Правда Все Надо Проверять На Практике В Жизни Никому И Ничему Не Верить Нем 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 А Я Не Знаю Как Для Кого Я Считаю Что Смысл Жизни Вот Чем 12 Сантиметров Туда И 12 Обратно Туда И Обратно Туда И Обратно На Этом Вся Жизнь Стоит Марк In And Out In And Out Повторяет По-английски Марк Вы Понимаете Это? Да In And Out Родители Мои Девочки За Которые Я Присматриваю Американцы Я Английский Знаю Рассказав О Дочерях И Их Семь Клава Начинает Собираться Так Вы Позвоните В аптеку? Да Сейчас Позвоню Можете Уже Ити Туда За Лекарствами До Свидания Марк До Свидания Клава Марк Остается В офисе Один И Думает О Смысле Жизни Провали Клава Позвоню Права Время Сначала Останавливает Его мысли А потом Начинает Ускоряться Время Лит Марк Снова Закрывает Глаза Бориса Полтинника Пьяного Сбивает Машина И он Лежит В Коме Около Года Наконец Отключает Поддерживающий Его Дыхание Аппарат И он Тихо Умирает Плава Живет Еще Десять Лет Но По Какому-то Мистическому Совпадению Ее Тоже Сбивает Машина Когда Когда Она Переходит Улицу Детской Коляской Последний Момент Она Успевает Оттолкнуть Коляску Она Отскакивает И Ребенок Остается Невредим А Клава Тут же Умирает На дороге Не приходя Сознание Это Лучше Не уходи Не уходи А Будь Со Мною Здесь Так От Рад Так Светло Я Поцелуем Покрою Устающий И Покрою Покрою Пустой Очередине Чело Покрою 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 Со Мною Не уходи Не уходи Побудь Со Мною Пылает Страсть Моей Грузи Крастор Любви Нас ждет С тобою Не уходи Не уходи Восторг любви Нас ждет с тобою Не уходи Не уходи Все Я могу пожелать? Это уже нет